Этот первый звонок никого не оставляет равнодушным. В фокусе, конечно, первоклашки. Белые банты, яркие букеты, вся семья в сборе, мамы и папы волнуются, бабушки и дедушки фотографируют. Сегодня по всему городу за парты сядут более 2500 первоклашек. Теперь им предстоит буквы разные писать, вычитать и умножать. День знаний в 17-й школе сегодня особенный вдвойне. Во-первых, в этом году школа отметит юбилей 35 лет. Во-вторых, поздравить ребят и учителей приехал мэр Александр Студнев. На праздник не принято приходить с пустыми руками. Сертификат на 6000 рублей. Удачи и успехов! В первую очередь хочу поздравить всех вас с первым учебным днем, с Днем Знаний. Пожелать нашим деткам, чтобы они хорошо учились. Пожелать нашим преподавателям, учителям терпения. Потому что именно от них зависит и воспитание наших детей, как они будут учиться, как они будут уже в дальнейшем строить свою жизнь. Для первоклассников тоже подготовили подарки. А лучший подарок – это книга «Беларусь наша родима» от президента Республики Беларусь. Готовы? Да, поздравляю. Хороших отцов на тебя. Поздравляю. Ребята тоже не остались в стороне. Стихи в честь праздника. Не было лучше дня, потому что первоклассник называет «Сеть меня». Приступили к обучению в этом учебном году у нас 403 учащихся. Из них 41 первоклассник. Мы укомплектовали два первых класса. После торжественной линейки – начало новой головы в жизни. Встреча с теми, с кем будут связаны предстоящие 11 лет. И знакомство с той самой первой учительницей. Коля, расскажи, какая должна быть первая учительница? Первая учительница должна быть, чтобы она не допускала, чтобы дети терялись. И они никогда не сбежали в школу. Она этим занимается, чтобы мы поняли все. Какая должна быть первая учительница? Ну, занимать детей, чтобы они были умными. И вообще, чтобы дети умели читать. Расскажи, что ты умеешь уже. Может, читать, писать умеешь? Ну, я умею читать, писать. А зачем ты в школу пошел? Чтобы научиться всему еще интересному. Сегодня у ребят первый урок. Я вырос здесь, и край мне это дорог. Буду рассказывать о Белоруссии. Буду говорить, какая она прекрасная. Буду воспитывать их настоящими гражданинами нашего общества. Пока дети начинают получать знания, родители с волнением следят за их первыми шагами в учебной жизни. Теперь им тоже прицелит вспомнить школьную программу. Переживали, волновались. Ну, как бы все прошло хорошо. Сейчас уже как-то немножко отпустило. Долго собирались. Наряд долго шили. Месяц шили. Платья. Передник тоже долго шили. А теперь будете помогать ребенку делать уроки? Да. Принесли вспоминать школьную программу? Да. Мы сюда ходили. Папа ходил, я ходила. Бабушки ходили тоже в эту школу. Сегодня свои двери в Бобруське распахнули 33 школы и гимназии. Более 23 тысяч учеников сели за парты. Соблюдены все санитарные эпидемиологические нормы, безопасные условия пребывания. Все, чтобы этот день принес только радость и ощущение волшебства, когда один звонок дает старт новой и интересной жизни. Максим Кеми, Дмитрий Шевцов, Бобруськ, 360.